всем привет вы на канале крипто комманс и мы смотрим на bitcoin недельный таймфрейм и видим что 50 и 100 скользящий средний только что пересеклись ребята то есть мы имеем дело с пересечением смерти или крестом смерти еще как его называют в общем в простонародье дескроссом что это означает ну во первых ребят конечно же в первую очередь дескросс означает что дела плохие мы идем вниз как соответственно golden cross bull cross означает обратное когда краткосрочный moving 50 доминирует над долгосрочным сотом мы находимся в бычьем тренде и наоборот когда 50 пробивается вниз он уже отрабатывает как сопротивление идет еще ниже мы находимся в down тренде но это на младших таймфреймах друзья а на старших на недельном где собственно и принято учитывать дескросс и golden cross и тут надо ему отдать должное этому индикатору что он здесь является скорее заторможенным и работает наоборот смотрите-ка прошлые разы он у нас появлялся с вами точно в районе дна цикла ровно в середине фазы консолидации уже даже непосредственно перед ростом можно сказать то же самое было и в позапрошлый раз ребята если мы посмотрим дескросс у нас был тоже точно тоже точно на дне медвежьего рынка точно посередине и сейчас где он у нас ребята по этой статистике он у нас тоже сейчас точно на дне цикла и посередине его значений если конечно ничего не изменится но существует еще другого вида дескроссы когда мы смотрим не 50 и 100 мувинги а 20 и 100 такой дескросс тоже имеет место быть ребята и он является опережающим индикатором потому что 20 мувинг движется быстрее соответственно он пересекается с сотым тоже быстрее то есть мы имеем сигнал до того как мы имели его на предыдущем индикаторе вот и что нам говорит дескросс 20 и 100 мувингов он нам говорит вот что ребята что он происходит точно в самом начале на медвежьего рынка а именно на фазах капитуляции посмотрите вот капитуляция дескросс то есть вроде бы надо шортить дескросс но на самом деле уже надо накапливать лонги здесь точно так же как видите в самом начале дна и здесь обратите внимание тоже у нас появился этот дескросс тоже в самом начале гребаного дна если верить этой статистике этому индикатору поэтому вот так вот ребята у нас два дескросса подтверждающие что это дно у нас зеленая точка на сайфере на недельном таймфрейме перебивающая красную и все осцилляторы идут наверх на объемы не смотрите это график с биржи битстамп как я сегодня ранее говорил в утреннем видосе на бинансе с объемами все в порядке поэтому друзья я не знаю сколько еще нас будут возилкать по этому дну но эти дескросс и нам указывают на то что ждать осталось недолго ну и также напоминаю что у нас горит хэш риббонс индикатор на покупку это очень сильный исторический индикатор который отыграл всегда мульти иксами также писай колботом у нас горит в этом же месте где мы считаем что это дно прошлые разы он горел тоже точно там где было дно и в прошлый и позапрошлый раз друзья как вы можете видеть так что помните что в долгую мы здесь с вами работаем в лонг как угодно на споте на фьючерсах на холодных кошельках лучше всего на холодных кошельках лангуем ходим верим в будущее финансов потому что ребята но доллар обречен на коллапс это и так понятно как и все мировые фиатные валюты а вот золото биткоин земля гречка все это будет в цене ребята поэтому расставляйте приоритеты в чем хранить свои сбережения давайте еще на локальную картину взглянем для тех кто смотрит это видео по горячим следам 4 часовик мы видим что абсолютно нейтральные стаканы по биржам мы видим что у нас есть такое подобие об тренда вот в этих повышающихся минимумах после соответственно фазы коррекции ну и в целом у нас есть более такая масштабная формация двойного дна и прямо сейчас у нас потенциальный заходной но помните ребята что все может измениться грини может оказаться неправ мы можем улететь вот так вот и потом только отскочить и не говорите мне потом что я вас не предупреждал об этом вот а вообще в альтах сейчас поинтереснее на мой взгляд находиться в правильных альтах опять же не в перекупленных потому что смотрите доминация btc стучится в ворота альцезона как вы можете видеть да мы сейчас видим небольшой отскок вот наши с вами зоны альцезона но насколько он будет устойчивым скоро увидим я думаю что вполне вероятно что он будет каким-то таким и сразу дальше туда даун тренд то есть вальцезон ребята to the moon ваших любимых монеток я не знаю в любом случае короче все напоминает мне о дне поэтому я потихонечку набираю лонги на бирже фемикс ссылка на которую в описании друзья посмотрим как сейчас дэш биток и эфир и все остальное пробьется из этой формации наконец-то накопительный потому что ну очень похоже что давно пора соответственно вот не финансовый совет дисклеймер но вот такие вот лонги в данный момент я держу могу прикрыть тоже в любой момент их так что сами понимаете если вы торгуете с плечом то все риски берете на себя а обзор по супер полезной фишки этой бирже фемикс сейчас вас появится сверху справа обязательно посмотреть потом уникальная фича этой бирже но мы продолжаем поэтому друзья давайте торговать аккуратно чего у нас пора его ну рейван кстати скорректировался скорректировался точно до 0 618 уровня которым мы говорили с вами буквально вчера телеграме кстати обязательно подпишитесь к нам в телегу чтобы не пропускать всякие такие важные уведомления вот видите вот к этой галочке мы и пришли ну и на канал на что же не забудьте подписаться если вам нравится крипто контент ребята и на наш второй канал где только что вышел видос айван он так перевод видео айван он так про то что будет с эфиром после слияния айван он так программист объясняет ну и собственно да чё по рейвену то по рейвену то что мы можем в целом то еще и на 78 сходить если чё поэтому набирать можно и здесь но иметь в виду и вот такое движение вот потому что пора была пробита сами все видите по эфир классику чё там то же самое плюс минус ну нет тут кстати еще даже повеселее он стоит ну тут вот у нас есть зона 30 который он может кстати тоже пробить сходить за стопами короче с классиком сейчас локально можно быть поосторожней но в целом думаю что он тоже попрет наверх дэш к эфиру просили глянуть в нашем чате дэш к эфиру пока на макро таймфрейме вообще ничего хорошего не сулит кроме того что он потихонечку потихонечку вышел из клина как вы можете видеть и ну походу технически цель этого вершина этого клина то есть два эфира за один дэш поэтому для всех дэш ту замуниров конечно желтая точка этот весь макро супер мега бычий паттерн ну я думаю что до консервативной цели 01 02 03 а там посмотрим может и до паритета долетим все ребятушки дисклеймер не финансовый совет с вами был гриня пампим лайки спасибо что смотрите пишите в комментах что вы думаете торгуйте аккуратно и увидимся в следующем видео пока до консерваторе